Впечатления масса, впечатления великолепные. В принципе, та акватория, на которой мы сегодня гоняемся, она историческая, она интересная и даже интересна не только с точки зрения тех видов, которые, наверное, зрители видят, мы на воде, конечно, ничего не видим, но и с точки зрения самой акватории, потому что акватория очень нестандартная, сложная, сильное течение и мало места, поэтому приходится очень быстро крутиться, вертеться и получить удовольствие массы. И, конечно, вот то, что мы с утра до вечера гоняемся, это тоже добавляет интереса и эмоций. На самом деле, конечно, удается далеко не все, но, наверное, в первую очередь виноват в данном факте я, потому что не смог приехать потренироваться, а здесь действительно, как я уже сказал, достаточно нестандартные условия, и для того, чтобы освоить их, требуются тренировки, поэтому те, кто провел время на тренировках предыдущие дни, они, собственно, и заметно лучше гоняются в рамках этапа. Я бы сказал, что соперничество, как на втором, так и на этом этапе, достаточно жесткое, острое и бескомпромиссное, и даже друзья не дадут тебе спуску и не дадут пройти, если могут не дать. Поэтому уровень соперничества только увеличился в силу того, что здесь все решают даже не секунды, а миллисекунды. И поэтому, да, то есть любая ошибка, она приводит к необратимым последствиям. Регатаскоп действительно используется уже длительное время на этапах лиги. И в этом году, я думаю, что, наверное, первый год, когда продукт уже из фазы тестирования перешел в фазу более-менее нормальной эксплуатации. Но то, что мы сейчас имеем, это, на самом деле, некая база, от которой намечен достаточно сильный, серьезный родмэп развития. И я думаю, что мы в зимний период вас сильно удивим.